Добрый день. Ну что ж, начнем нашу беседу. Какие существуют виды имущественных преступлений? Виды имущественных преступлений делятся на насильственного характера и ненасильственного характера. К ненасильственному характеру относятся к краже, завладение транспортными средствами. К насильственному характеру это грабежи, разбойные нападения. Что же касаемо краж. Каждый вид подразделяется на способы совершения преступлений. Поэтому есть кражи как карманные, кражи квартирные, то есть еще ряд краж. А какие существуют виды мошенничества? Мошенничество довольно распространенный вид преступления. С каждым днем он совершенствуется. То есть появлением каких-либо новых сфер, либо же технологий появляются и новые виды мошенничества. Скажем так, в последнее время появились такие виды мошенничества, как электронное мошенничество. Это снятие денежных средств с банковских карточек, либо же хищение денежных средств с мобильных номеров. Но, скажем так, для нашего города это не сильно распространенные виды преступления. Наиболее распространенный вид мошенничества это основанные на договорных обязательствах. То есть граждане через интернет-сеть, либо просто придя в офис компании, заключают устный договор на выполнение каких-либо работ, либо же на предоставление каких-либо имуществ взамен на денежные средства. Соответственно, суть мошенничества здесь заключается в том, что потерпевшие изначально передают деньги, после этого только должны получить уже товар. Но злоумышленники, как правило, данный товар либо не отправляют, либо же присылают совершенно другой, не тот, который был изначально договорен. Здесь хотелось бы сразу уже сказать, как не стать жертвой данного вида мошенничества. Это в первую очередь приобретать, скажем так, если это через интернет, приобретать товар только у проверенных интернет-продавцов. То есть это можно почитать и отзывы. У нас были случаи, когда граждане обращаются к нам, я заказал мобильный телефон, перечислил деньги, мне товар не пришел, начало смотреть в интернете, оказываются там негативные отзывы об этом интернет-магазине. То есть изначально уже гражданин, когда имеет цель что-то приобрести, необходимо промониторить сеть интернета. То есть какие есть граждан отзывы, не только на этом сайте, на котором приобретается, потому что этот сайт создан самими преступниками. Понятно, что там будет только положительные отзывы, а в целом на других форумах, искать информацию по данному интернет-магазину. Во-вторых, ни в коем случае не перечислять первоначально денежные средства. Идеальный способ это получить товар, осмотреть его и передать деньги наложенным платежом через курьерскую службу доставки. Следующий вид мошенничества, распространенный во всех городах России, это освобождение родственника от уголовной ответственности. Неоднократно мы уже об этом способе преступления рассказывали. Но еще раз хотелось бы гражданам напомнить, что когда поступают такие звонки, либо человек представляется родственником, как правило, этот человек никогда не скажет свое имя. Он говорит мама, либо папа, либо бабушка. Соответственно, потерпевшие воспринимают его как своего родственника. То есть либо это сын, либо это брат или еще кто-либо. Но, как правило, сын. И сообщается о том, что я попал в беду, я сбил человека, это один вид. Второе, я побил человека, либо меня там нашли какие-то запрещенные вещества, срочно помогите. Ну, соответственно, трубку берет потом уже другой мужчина и представляется сотрудником полиции якобы. И требует, чтобы либо перечислили денежные средства на номер мобильного телефона, либо же передали человеку, который подъедет за деньгами. У нас, скажем так, как положительный пример, один из таксистов на днях очень бдительно отнесся к такой ситуации. Приехал, поступил ему вызов на адрес. Он подъехал, стояла бабушка и передает ему пакет. Она говорит, что здесь? Она говорит, деньги. Он спрашивает, какие деньги? Она отвечает, что это за внука. Он говорит, подожди, бабушка, стоять. Он, соответственно, сразу же позвонил по телефону 102. Мы попросили, чтобы никуда он не передвигался с этой женщиной. Выехали на место, то есть сразу же разобрались, и оказалось, что ей звонили, опять же, мошенники. То есть ни в коем случае не перечислять никакие деньги. Если же человек действительно задержан сотрудниками полиции, то это можно узнать по телефону 102. Но, опять же, можно элементарно просто позвонить этому родственнику, либо его близким людям, с кем он проживает, и у них уточнить его местонахождение. Как правило, эти люди находятся по месту своего проживания, либо на работе, и у них телефон включен, и с ними можно всегда связаться. Главное не поддаваться панике. Да, сейчас еще один у нас способ мошенничества, это под видом социальных работников, либо же сотрудников, скажем так, аварийных служб. Ну, есть, сейчас участился случай, это под видом сотрудника Гургаза, приходит мужчина, одет он, опять же, как бы, показанием потерпевших в униформу, вот, представляется сотрудником Гургаза, предъявляет удостоверение, но, как правило, граждане не записывают фамилию, серию, номер документа, и впускают его в квартиру. За время нахождения квартиры он делает видимость, что осматривает газовое оборудование, и, воспользовавшись моментом, похищает какие-либо денежные средства. Либо же говорит, что вам необходимо, вам предусмотрена сейчас замена оборудования, надо внести предоплату, определенную там сумму денег. Это, как правило, незначительная сумма, и в порядке где-то 5-10 тысяч рублей. Вот, после чего скрывается. В этом случае необходимо прозвонить в аварийную службу Гургаза. Если этот человек представляется, что он из Гургаза, позвонить по телефону 104, задать вопрос, с кем можно у кого выяснить, поступали ли такие наряды, есть ли наряды на этот дом, и после этого уже действовать в зависимости от обстановки. При необходимости граждане всегда могут, опять же, позвонить по телефону 102, сообщить о том, что к ним пришел мужчина, представляясь сотрудником Гургаза, либо там ворводоканала, ну, других служб аварийных, и сотрудники полиции приедут проверить документы у данного сотрудника. Давайте теперь остановимся на кражах и на способах их совершения. Кражи, скажем так, тоже. У нас довольно-таки разнообразные способы, виды краж. Ну, наиболее, скажем, распространенные, это кражи путем свободного доступа. То есть граждане, находясь там в местах отдыха, либо же просто в местах массового скопления, ложат рядом вещи свои, там, как правило, это мобильный телефон, либо сумки. Ну, и потом, в ходе этого разговора, отвлекаясь, либо же просто забывая данные вещи, отходят на определенное какое-то расстояние, возвращаются, потом вспоминают, что забыли, возвращаются и обнаруживают пропажу телефона. Ну, это наиболее распространенное, скажем, такой вид преступления, это в местах отдыха, то есть это бар, кафе и другие увеселительные, скажем так, заведения. Следующий вид краж, это виды кражи из автотранспорта. Опять же, вид, это способы тут очень разнообразные. Есть способ путем свободного доступа, есть способ путем сканирования сигнализации автомашины, путем разбития. Ну, довольно-таки распространенные. Но везде, везде основным фактором совершения данного вида преступления является невнимательность граждан. То есть, зачастую граждане оставляют в транспортном средстве, независимо от того, на какой период, на длительный, либо на короткий промежуток времени, оставляют ценные вещи, такие как сумки, планшеты, мобильные телефоны, видеорегистраторы, навигаторы и тому подобное. То есть, имущество, которое легко можно похитить. Здесь необходимо тоже быть более бдительными, ни в коем случае не оставлять эти вещи. Лучше либо их забрать, либо спрятать. Потому что это имущество привлекает граждан. Кражи, совершенные путем сканирования сигнализации, Это вид преступления присущ, скажем так, на автостоянках возле больших супермаркетов. Опять же, из-за того, что граждане оставляют там ценные вещи, полагаясь на то, что они скоро возвратятся. Следующий вид преступления, это, скажем так, в преддверии курортно-летнего сезона, это кражи из домовладений, кражи из жилых помещений, квартир граждан. То есть, преступник, это может быть как совершено в дневное время, так и в вечернее. Ну, как правило, это дневное время, когда граждане находятся на работе, преступники прозванивают дверь, либо же, если видят в почтовом ящике, что длительный период времени не забирается корреспонденция, то они прекрасно понимают, что в этой квартире никого нет. Прозванивают дверь и дальше уже совершают различными способами, можно как начиная, скажем, от взлома двери до подбора ключа. Но, опять же, все, скажем так, квартиры, из которых совершены кражи, данные квартиры не оборудованы сигнализациями охраны. То есть, опять же, рекомендация граждан обратиться в неведомственную охрану УМВД России по городу Севастополь в цель заключения договора о постановке квартиры на сигнализацию. Это уже сразу же обезопасит граждане себя в безопасности. В этой студии мы тему это уже обсуждали, она всегда актуальна. Когда еще у нас были временные отключения электроэнергии в связи с режимом ЧС, вы говорили о том, что чуть-чуть эти преступления, их количество увеличилось. А сейчас ситуация улучшилась? Сейчас значительно улучшилась. Опять же, это благодаря тем, что нами были принимались профилактические меры, как сотрудники всех подразделений за счет пересмотра рабочего времени заступали тоже в патрулировать на улице города нашего. Ну, то есть, обстановка, можно сказать, стабильная. Спасибо большое, что пришли к нам в студию и поделились актуальной информацией. Напомню, о профилактике имущественных преступлений говорили с заместителем начальника управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю подполковником полиции Александром Гайденко. Эфир нашего телеканала продолжается. До скорого. Продолжение следует...